Инвестиции, условия, прибыль. Это коммерческие тайны. Проект о том, как стать богатым, успешным и приумножить свой капитал. Я Динар Саду. Здравствуйте. Гостиничный бизнес. Насколько прибыльный он в Казахстане? Окупаются ли расходы, с ним связанные? Мы попытались выяснить это, побеседовав с директором отдела продаж отеля Марией Сугировой. Какова стоимость этого проекта? Стоимость данного проекта, именно этого бренда, где-то обошелся порядка более 6 миллиардов тенге. И окупаемость, да, очень интересует вопрос, окупаемость только до 10 лет, но при лучшем раскладе, при хорошей ситуации на рынке, окупаемость может быть намного меньше. Сколько у вас здесь номеров? Номерной фонд состоит у нас из 248 номеров. Акцент в нашем отеле на стандартные номера. И также есть класса полулюкс и люкс, и также для гостей с ограниченными возможностями. А средняя стоимость какова за сутки? Средняя стоимость у нас нет определенно фиксированной цены. Стоимость, она зависит от ситуации на рынке. Но в среднем за стандартный номер, стоимость номера составляет от 150 до, она может составлять как в 150 долларов, как в 200, 250 и 400 долларов. Зависит от ситуации на рынке. Но в среднем мы говорим около 200-300 долларов. Почему все-таки казахстанцы привлекают иностранный менеджмент? Неужели нельзя создать какой-то свой собственный бренд? Как вы думаете, вследствие чего это происходит? Дело в том, что в Казахстане у нас очень много инвесторов, которые хотят и заинтересованы вложить деньги именно в туризм, в гостиничный сектор. Но у них не совсем есть опыт управления ими. Те иностранные компании, которые заходят на рынок, которых приглашают, у них есть многолетний опыт. Допустим, у нас в компании более 100 лет мы существуем. И иностранные компании, они заходят, естественно, со своей мощной базой, у которых имеются очень большие, очень мощные инструменты работы, и которые очень хорошо разбираются в операционных вопросах, потому что операционные вопросы в гостиничной сфере, они очень важны. Конечно, мы учимся, принимаем этот западный опыт, и я думаю, что когда-нибудь в Казахстане у нас тоже будут компании, которые также могут успешно управлять отелями, также разбираться в операционных вопросах, также будут узнаваем по всему миру. Но нам для этого нужно, наверное, чуть-чуть немного времени и чуть-чуть все-таки принимать опыт западный. Гостиничный бизнес – долгосрочный проект. Выйти на чистую прибыль за короткий период времени не получится. Слишком много он требует вложений. Но рынок развивается. В Казахстан, в частности, в Астану и Алматы приезжает большое количество бизнесменов. И потому простаивать впустую ваш отель не будет. Главное – предоставить весь перечень услуг на высшем уровне. И тогда гости непременно выберут именно вас. Что касается гостей. В преддверии подготовки к Экспо-2017 номерной фонд отелей должен составлять 600 тысяч номеров по максимальным почетам. В столице на сегодняшний день острая нехватка номеров международных гостиниц. Предложение брендовых гостиничных номеров в Астане составляет 992 номера. С учетом подтвержденных проектов до 2016 года составит 1944 номера. На графике показаны существующие гостиницы и подтвержденные проекты по Казахстану. На начало этого года было выявлено 163 объекта гостинических услуг. Общий номерной фонд составляет порядка 5,5 тысяч номеров. Планируется строительство порядка 76 гостиниц. Предпринимателями поданы такие соответствующие документы о том, что они хотят строить гостиницы. Из них порядка 46 гостиниц на стадии проектирования, согласования проекта находятся. Но мы считаем, что тот гостиничный фонд, который сейчас есть, который планируется к строительству, способен удовлетворить потребности выставки. Основную долю посетителей экспо составят граждане республики Казахстан. То есть лишь порядка 10-15% будут представители иностранцев. В последнее время мы все чаще слышим слово «коучинг». Что же это такое и для чего он нужен? Именно об этом нам расскажет профессиональный коуч Галья Хамитова. Кстати, именно она привезла коучинг в Казахстан. Здравствуйте. Здравствуйте, Динара. Рада вас видеть. Очень приятно с вами познакомиться. Взаимно. Вот так вот с вами познакомилась, и у меня сразу такой, а какой бы вопрос вы мне задали? А какой бы вопрос вы хотели бы, чтобы я его задала? Ну, об этом надо подумать. Получается, главное направление коучинга, да, это вопросы? Да, основное направление, методика коучинга – это задавание вопросов. А вопросы, которые пробуждают внутреннего гения в человеке. Если у вас есть вопрос, значит, у вас есть ответ. Как правило, коуч приходит человек, у которого есть какие-то вопросы, которые он хотел бы решить. И выбирая себя коуча, человек тоже определяет, да, по направлению, по специализации. И действительно, приходя, он хочет в чем-то разобраться. И в первую очередь коуч задает вопрос. А что ты хочешь, с чем ты пришел вообще? Какой твой запрос? Какой будет самый наилучший результат нашей с тобой работы, да? Что ты хочешь получить в итоге? И тогда человек уже начинает структурировать свои мысли, он начинает думать, на самом деле, что же я хочу? Как правило, мыслей очень много, их огромное количество. Вот задача коуча из всего этого огромного количества действительно вычленить то, что на самом деле для человека важно именно сейчас, именно в данный момент времени. Сколько времени уже коучинг в Казахстане? Ну, где-то так всплески. Это 2003-2004 год. А основательно это уже 2006-2007. И сейчас действительно очень многие запрашивают коуча, к нам очень многие обращаются, чтобы подобрать коуча корпоративного, индивидуального для каких-то своих запросов. Какие тренинги пользуются наибольшей популярностью? Вот последняя неделя коучинга, которую мы проводили, она показала, что это лайф-коучинг. То есть люди хотят сделать что-то со своей жизнью, они хотят развиваться, они хотят расти, но иногда не знают как. И бизнес-направление. Два направления, которые сейчас очень активно пользуются популярностью и спросом. И в корпорациях карьерного коуча очень часто запрашивают люди. А вот насколько это эффективно все-таки? Уже есть результаты, которые мы на самом деле видим у наших клиентов. Некоторые люди кардинально меняют свою жизнь, то есть они понимают, что я, например, занимаюсь чем-то не своим. Я реализую мечты родителей, я реализую мечты дедушки и бабушки. А мечта моя какая на самом деле? Кем я хочу быть? И человек тогда начинает двигаться к тому, кем он мог быть на самом деле, кем он является. И есть такие результаты, когда человек сменил кардинальную профессию. Когда работают лайф-коучи, очень много браков. Когда действительно девушки, женщины, мужчины приходят. Как создать семью и прорабатывается. Человек понимает, какого партнера я хочу. То есть это действительно работает? Это работает. Есть результаты в бизнесе, когда мы внедряли эти инструменты. Мы видели, как действительно люди становятся замотивированы. Люди хотят работать в команде. Команда становится более сплоченной. Люди четко, ясно понимают цели, куда все-таки идти. А когда у всех есть понимание, куда мы идем. Когда ты и я, мы поддерживаем друг друга, мы команда. То, конечно, мы быстрее достигаем результата. Коуч не работает с прошлым. Коуч принимает человека таким, как он есть. Здесь и сейчас. С тем набором навыков, способностей. Кем он является на данный момент времени. И коуч помогает ему простроить видение будущего. То есть мы начинаем исследовать, что ты хочешь сделать, как ты будешь это делать, кто или что может тебя поддержать. То есть в прошлое мы не идем. И когда человек приходит именно с проблемой, и он хочет разобраться с прошлым, он хочет понять, почему он неуспешный или что-то не получается, то чаще всего, либо если человек готов работать в будущее и идти, то мы работаем с ним. Если нет, то наши коллеги, психологи, психотерапевты, они с ним отлично справятся. Каковы расценки коучей? Если это молодой начинающий коуч, он только закончил обучение, то, как правило, у таких коучей где-то в районе 5 тысяч стоит коуч-сессия. Более опытные коучи, они уже повышают свою цену, уже где-то там в районе 10 тысяч, еще более опытные, 100 долларов. Но вот тех коучей, которые я знаю, которые уже давно работают на рынке, где-то средняя цена – это 200 долларов, которую они берут за час работы. И на этом пока все. Помните, бизнес – это не только риск и ответственность. Бизнес – это целое искусство извлекать выгоду. И овладеть им может каждый. Смотрите «Коммерческие тайны». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok